В России до середины 2024 года льготная ставка по ипотеке составляет 8%. Чтобы сделать жилье доступнее, парламентарии предлагают запустить программу кредитования под 5% без использования бюджетных средств. Предполагается, что Центробанк будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных ипотечных портфелей под 2% годовых, а наценка финансовых организаций составит 2-3%. Итого, конечная ставка для гражданина будет не выше 5%. На первый взгляд, идея неплохая, она позволит поддержать строительную индустрию и обеспечить доступные механизмы для граждан, говорят эксперты. Но в то же время у инициативы есть ряд подводных камней. Сам механизм финансирования этой ипотеки предполагает кредиты от коммерческих банков, которые, в свою очередь, фондируются средствами Банка России под залог ранее выданной ипотеки. Соответственно, если в ситуации экономической и социальной нестабильности ухудшается качество той самой ранее выданной ипотеки, соответственно, будет ухудшаться и залоговое обеспечение той новой ипотеки, которая будет выдана под вот эту льготную ставку. Это очень важный момент. Второй момент связан с процентными рисками. Дело в том, что ипотечные кредиты, они долгосрочные. Не исключено, что в среднесрочной перспективе ставки по ипотеке, рыночные ставки, они будут расти. Соответственно, фиксируя долгосрочную процентную ставку на уровне 5% или даже 7%, могут возникать процентные риски. А главная проблема в том, что низкие процентные ставки по ипотеке могут привести к росту цен на рынки новостроек. И тогда никакой выгоды покупатель не почувствует. Тенденция на рынке жилья таковы, что вторичный рынок жилья будет, скорее всего, стагнировать, а, может быть, цены будут снижаться еще в ближайшие полтора-два года. А первичный рынок жилья, скорее всего, цены тоже будут стоять на месте. Но если запустить очень много льготных ипотечных программ, субсидируемых, то возникает ситуация, когда этот жилищный рынок будет искусственно подогреваться. То есть цены на первичное жилье могут расти, в то время как у населения денег не прибавляется. Отсюда возникает риск того, что действительно льготная ставка по ипотеке она не снизит ежемесячный платеж по ипотечным кредитам за счет того, что подорожает само жилье. По мнению эксперта, программы поддержки ипотечников должны быть адресными, а не всеобщими. И в этой связи инициатива нуждается в дополнительной проработке. Светлана Кудрявцева, События.